Меня зовут Александр Острогорский, я преподаю в Московской архитектурной школе «Марш». И мы рады приветствовать вас на последнем мероприятии симпозиума, который проходит в рамках выставки «Нер по следам города будущего». И я, наверное, начну с того, что я представлю гостей, потом коротко обозначу какие-то темы, которые хотелось бы в рамках этой встречи обсудить. И потом мы, я уверен, интенсивно и интересно будем общаться и эти темы обсуждать. Значит, представляю гостей. Рядом со мной сидит Зоя Васильевна Харитонова, участник проекта «Нер» и архитектор. Рядом с Зоей Васильевной сидит Джан Луи Коэн, профессор Института изящных искусств университета Нью-Йорка и Принстонского университета. В след, рядом с Жанном Луи Коэном сидит Олег Артемьевич Боевский, городской планировщик, профессор высшей школы урбанистики Нью-ВШМ. За ним сидит Андрей Владимирович Боков, архитектор и тоже преподаватель Академии Краснен, вице-президент Союза архитекторов. Рядом с Андреем Владимировичем сидит Сергей Ситар, тоже преподаватель Московской архитектурной школы «Марш», архитектор, теоретик архитектуры. И замыкает эту рассадку Михаил Германович Крестман, кандидат технической науки, главный инженер Института геноплана Москвы. Наша встреча называется «Вклад НР в теорию о городе». И мне кажется, это довольно интересное название. Оно, конечно, отражает идею самой выставки, идею этого проекта, возвращения, скажем так, восстановления некоторого знания о НРе, о том, что это было за масштабное, глубокое, интересное событие в отечественной архитектуре, и что оно могло бы для нас значить. В то же время, мне кажется, довольно интересно, эта формулировка подразумевает существование некой целостной теории о городе, в которую мы все время что-то вкладываем, как на некий банковский счет. Тогда как в действительности, я думаю, мы все с этим согласимся, такой целостной теории нет, а наоборот есть разные теории о городе, которые возникают во времени, и проходят, и принадлежат отдельным каким-то поколениям и ситуациям. И в этом смысле взаимоотношения между этими разными теориями или разными поколениями, они могут быть довольно разными, в том числе и отношения отрицания или забвения, или, наоборот, возвращения к чему-то. И мы знаем, что, например, упомянутые в начале экспозиции такие синонимичные, о чем мы будем еще обязательно говорить, неру-проекты, как архиграмм или японские метаболисты, тоже возвращались и переоткрывались разными современными архитекторами. Таким образом, каждый раз их наследие как-то перепрочитывалось, актуализировалось. Этот вклад, в общем, делался заново каждый раз, когда к этой какой-либо истории возвращается. Мы, может быть, делаем это в первый раз. Поэтому нам, наверное, надо будет отвечать на вопрос не только о том, что такое НР или кто такие НР, но и о том, кто такие мы и чего мы, собственно, хотим. Сейчас, когда делаем эту выставку и обсуждаем эти вопросы, что для нас это значит. И этот разговор я, собственно, и хотел построить таким образом, двигаясь от истории НР, от возникновения НР, к нам обсуждать какие-то ключевые для этого сюжета вопросы. И вполне естественно, будет начать непосредственно с участника событий, с Зои Васильевны. Сейчас я отключу микрофон. И мы с вами уже начали перед этой встречей обсуждать этот вопрос. Как вам кажется, что случилось с этим проектом? Стал ли он частью следующих поколений проектировщиков и архитекторов? Относится или относились ли они к нему так? Как действительно относятся к чему-то важному, что является наследием, что должно быть использовано, быть частью практики? Как вам кажется, как отнеслись следующие поколения архитекторов к тому, что вы сделали? К следующим поколениям у меня нет никаких претензий. Они живут своим днём и своим умом. И, в общем, к сожалению, у нас мало изучают опыт прошлый. Я вот о себе скажу, что я до сегодняшнего дня изучаю генплан Москвы 1935 года. Я поклоняюсь этому генплану, и я вижу, до сегодняшнего дня я нахожу в нём ответы на некоторые вопросы. Но это я так вот интересуюсь. А знают ли все присутствующие здесь, как выглядит этот генплан 1935 года? Поэтому, что тут скажешь? Значит, что я понимаю, почему сегодня вдруг, мне кажется, очень актуальна эта выставка? Совершенно неожиданно для меня, что уже новое поколение – это взрослые дети, наши, мои дети, вдруг решили к этому обратиться. Вы знаете, сегодня 68-й год. 68-й год, когда мы выставили вот эту работу особенно обширно в Милане, делали её для миланской выставки, тогда шли страшные волнения во Франции и в Италии. были страшные студенческие волнения. Сегодня вдруг, смотрите, какое совпадение, сегодня опять идут волнения студенческие, и не только студенческие, там и взрослые люди волнуются. И вы знаете, что я услышала из телевизора? Услышала, что почему они волнуются? Им надоел капитализм. Им надоел капитализм, вы понимаете? А мы, когда делали свою работу, особенно вот первую, самую дипломную, в 60-м году было объявлено торжественно, что в 80-м году случится коммунизм. Это было настолько торжественно объявлено, и вообще это слышалось из каждого репродуктора, что мы стали думать, как будет организована жизнь при коммунизме. Причём мы понимали, что надо заниматься социологией, что надо изучить общество прежде всего. как будет жить общество, где оно будет работать, отдыхать, трудиться, какие им необходимы масштабы города для того, чтобы быть самодостаточными. Вот. И вы представляете, вдруг сегодня... Да. А когда вышла наша книга, в 66-м году мы её написали, а в 67-м году она уже стала в Европе, переведена была на итальянский язык, потом английский язык позже. Вы знаете, что самое интересное? Что мир впервые прочитал и узнал, что такое социализм. Что такое социализм? Потому что у нас очень серьёзные были тексты там, очень серьёзные исследования социальные. Мало того, с нами работал очень такой уважаемый социолог по фамилии Дементон, Георгий Дементон, который был влюблён совершенно в нашу работу и сделал, теперь уже сделали свои диссертации, кандидатскую, докторскую, на эту тему. Так вот, что я должна сказать? Что после того, как мы сделали НЭР в 68-м году, потом в 70-м году он попал в Японию, причём как интересно, мы сделали чертежи и отправили их туда, в Японию. Японцы уже там собрали наш макет и выставили в самом главном павильоне Кензатанги, построенном Кензатанги. Понимаете, Кензатанги пригласил нашу группу выставить там. То есть наша идея, вот эта выраженная в графике и в текстах, она вдруг захватила мир. Мало того, выяснилось, что параллельно с нами и европейцы тоже занимаются поисками идеального города. И у нас в Москве были группы, которые тоже занимались поисками идеального города. И потом, когда мы оказались уже на реальной работе, мы с Гутновым, например, в частности, Гутнова у нас, новоположник вообще всей нашей группы, так вот мы с ним проектировали и построили громадный микрорайон в Москве. очень красивый микрорайон. Но мы уже умели и понимали, что надо делать неформально, а надо очень хорошо изучить под основу этого всего и социальную, и природную там и так далее. Вот. И мы построили микрорайон, а потом нас пригласил главный архитектор города, пригласил нас, он создал специальный научный отдел, значит, руководитель был Гутнов, научный отдел, который должен был разработать методику реконструкции исторической городской среды. И мы это сделали, издали книги, прекрасные книги, они у меня лежат, вот, посвященные методике реконструкции, потому что в то время, в 72-м году, город был, старый город был брошен совершенно, им никто не занимался. Все строили только спальные районы, вот эти вокруг, колоссальные микрорайоны. Все мы проектировали и строили. А на город никто не обращал внимания, он был в плохом состоянии очень. Вот часть его сломали ради Нового Арбата. Да, я бы вклинился, знаете почему? Вы затронули очень важный вопрос, который связан с образованием, и я хотел бы здесь, не упуская возможности, спросить у Жанны Луи Коэна, задать вопрос. Вы, Зоя Васильевна, стали говорить про образование советское, бесплатное, которое было в Амархи, и про ваше желание создать какую-то концепцию города, которая соответствовала бы социализму или коммунизму в будущем. И немедленно возникает вопрос, студенты ваши, которые учатся в университете Нью-Йорка и Принстонском университете, и которые платят довольно большие деньги за то, чтобы учиться. Правильно? Я понимаю. В какой степени они заинтересованы в будущем? Это не совсем правильно. Это карикатура. Потому что в Америке, например, в Принстоне, и вот Маша Пантерио, очень хорошо это знает, студенты, которые в мастер-программе или в PHD не платят. Но очень большие системы стипендий. Это значит, что в начале, в первые курсы очень дорого стоят, не до всех, но это сложная система. Я считаю, что в 20-х годах в Советском Союзе попробовали построить социализм в одном стране, и теперь иногда у меня впечатление, что эта идея – это капитализм в одном стране, в одной стране, так как опыт капитализма не существовал бы. Я, вне зависимости от этого, я хотел спросить у вас, как вам кажется интерес современных студентов не только, наверное, но вообще к проектам 60-х, 70-х годов, к этой истории критики и капитализма, и, допустим, функционалистского подхода к городу, с чем он связан? Связан ли он, как в рассказе Зои Васильевны, с идеей какого-то более справедливого устройства общества сегодня с критикой капитализма или нет? Я не… Вот это мир… Наш мир очень сложный. У меня опыт архитектурной школы, например, в Америке, потому что я преподаю в Принстоне и часто бываю в других школах. У меня впечатление, что современные студенты в Америке имеют большие социальные идеи. Вообще даже… И это преимущество архитектурной школы, если сравнить с другими вузами, может быть иллюзия, что архитектор сможет менять общество. У инженеров ничего такого не существует. Инженеры ищут хорошие решения, самые современные и модные решения, но у них такого представления нет. И в этом контексте видно, что много в сегодняшних школах много… Речь идет довольно много о мутопиях 60-х. Архиограмм, конечно, для разных причин. Во-первых, потому что основатели архиограмма, начиная с Питером Куком, еще очень активны, очень активны, и дальше строят, или строят, потому что они тогда ничего не строили. Есть тоже большой интерес к проектам, как «Новый Бабилон», который показан на выставке, среди многих книг. Есть тоже присутствие «Суперстудио» или других итальянских групп, была недавно выставка в Монреале и в Италии. Есть присутствие работы Клода Парон, потому что у Парон были целый ряд учеников, как, например, Жанну Велла. Я сказал бы, что очень важно видеть, что много из этих протагонистов еще… Парон умер два года тому назад, но верили, что только что умер месяц тому назад, и его партнер. Это значит, что протагонисты еще вокруг нами, и есть, как сказать, поколение исследователей, историков или архитекторов, которые с ними учились или провели время. Это значит, что нет ощущения, как сказать, потери контакта, который мы воспринимаем здесь. В этом ряду проектов, как вам кажется, НЕР должен оказаться каким-то своим, как называется наш круглый стол, вкладом, или он один из этих проектов, существенно не отличающийся от них? По-моему, НЕР, я об этом уже поговорил два дня тому назад, но все, может быть, забыли. Но я сказал бы, что НЕР был уникальным, потому что эти идеи демократического социализма, идеи постсталинического социализма, это были разные идеи, чем 20-х и 30-х, они тоже имели отражение на Западе. У Аркиграма не были политических позиций, у Констана это был свободный, веселый анархизм, индивидуализм и город для отдельных людей, суперстудию, и другие играли с помощью иронии. Парен был очень реакционный тип и строго аполитический, это значит, что восприятие НЕРа и это не только лозунг идеального коммунистического города, который не был названием книги 1966 года, оно стало названием итальянского перевода и английского перевода, были изменения в речи, и этот лозунг имел большой успех в Западной Европе в этих годах. тут я бы обязательно хотел задать вопрос Андрею Владимировичу, как с одной стороны тоже современнику всего этого процесса, участнику, как я понял, некой выставки футуристических проектов в НИТАГе в 67-м году, где вы были одновременно с НЕРом, я так понимаю, с каким-то другим проектом, и дальше вы наблюдали и активно участвовали во всем процессе смены или развития градостроительных теорий в нашей стране, как эти идеи существовали все это время, есть ли их следы в том, что было сделано за это время? Александр, я вообще человек дисциплинированный, вот здесь сказано, что нам надо обсудить вклад НЕРа в теорию о городе, я как-то готов был бы рассказать, каким, на мой взгляд, это в общем этот вклад был, но я должен начать с другого, честно вам сказать, я думаю, что не было бы вообще ни этой выставки, ни нашего собрания, ни НЕРа, если бы не было человека, которого звали Алексей Гутнов, давайте будем откровенно, я очень много, многим обязан, лично ему просто, очень многим обязан, и удивительно, что в общем об этом человеке как-то мало принято говорить, ни книги толком не было, в общем, как-то мы о нем забыли, хотя этого не следовало делать, Григорий вчера сказал, что он был отчасти таким клоном или продуктом Николаева, это вовсе не так, скорее всего, совсем наоборот, вы знаете, это был человек, который мог воспитать и Николаева, и Баранова, и Пасохина, всех-всех этих людей, уверяю вас, он их воспитывает, Николаев ничего не мог сделать, я несколько раз, несколько раз наблюдал этого человека Николаева с очень, там, на расстоянии двух шагов, хотя он избегал либо контакта с студентами, то есть человек, не способный к каким-то действиям, за исключением, в общем, охраны, так сказать, собственного места и чего-то такого, это был замечательный создатель и автор Дома Камона, но ничего больше, Алексей был абсолютно прямо противоположной фигурой, он действительно, на моих глазах, он переубеждал того же Баранова, того же Пасохина, это было удивительно, он воспитывал омерзительных каких-то теток, с которыми, с которыми мы столкнулись обеды в Праге, я помню, один раз пришли туда обедать, нам, как водится, ничего не принесли, нахамили, а он выглядел таким, таким отличником из 10-го Б, в очках, такой был, такой был, в общем, ботаник, да, да, такой, и вдруг Леша в течение там 20 минут выстроил весь этот коллектив этого самого, значит, ресторана Прага, так что они таскали нам какую-то еду и просили, в общем, извинения, слезно, то есть он нашел какие-то такие слова, такие аргументы, выстроил их таким образом, что, так сказать, выхода у них не было, это был абсолютно другой человек, конечно же, это был такой сгусток, одаренности, он был бесспорно литератором, блистательным совершенно, он был общественным деятелем, он был художником, он рисовал классно, он был лидером вообще по натуре, да, потому что без него эта публика едва ли собралась, едва ли что-то сделала, и он был лидером на протяжении всей своей жизни, короткой, к сожалению, по меньшей мере, три поколения людей он воспитал и сделал из них своих единомышленников и людей, которые, в общем, ему обязаны, так сказать, тем, что они состоялись. Ну, я говорю о поколениях, как о таком, с таким шестилетним вот этим вот шагом, да, значит, вначале он собрал, собрал из всех, с кем он учился, потом это были люди с моего курса через шесть лет, и потом это были уже люди, вот, да, поколения Олега, Левианта и так далее, да, он был высочайшим профессионалом, вне всякого сомнения, это был человек миссии, это был человек другого склада, совершенно отличным от того вообще человек, который сегодня формируется в профессии, абсолютно другим. Конечно, человек редкого обаяния, редкого ума, редкой абсолютной энергии, его хватало на все совершенно, и он не мог быть как бы, как бы нелюбим, понимаете, он был, в общем, все-таки центром всегда-всегда внимания и так далее. И вот говорят о том, что там Акиграм, Акизум, все эти группы, он не был вторичен. Вы понимаете, сегодня, сегодня мы живем в атмосфере такой вторичности, да, воспроизводства импровизации, интерпретации на темы чего-то услышанного, да, того, что, в общем, остальной мир пережил уже лет 15 или 20, он шел в ногу со временем, опережая его и предлагая, в общем, свою интерпретацию этого времени. Он был, конечно, можно было сказать, он был конформен, но он не был конформен, понимаете, когда мы с ним говорили, Лешка говорит, что, а что вот ты все-таки там партия и так далее, ну, ты знаешь, мы переделаем эту партию, в общем, мы переделаем эту партию и, в общем, такие люди, как он ее переделали, да, это они ее переделали, в общем. Их можно обвинять и как-то говорить о том, что они были наивны, они были романтичны и так далее, но, вы знаете, это был очень высокий романтизм и такая очень какая-то обаятельная наивность, которая у меня, например, гораздо ближе, чем некий, так сказать, прагматизм сегодняшний. И я хотел бы, конечно, рассказать о том, что вот эти три, я назвал три с половиной шага, да, что дал каждый шаг профессии, что дал каждый шаг городу. Но первое, это, конечно, это НЭР, это первый НЭР. Мы пролетаем и не обращаем внимания на то, что речь идет не о городе, да, слово город в тот момент не участвовал в лексиконе, он говорит об элементе, об элементе и о расселении. Что такое элемент? Это слово пришло к нам в связи с появлением двух книг Бертоланфи и Норбита Винера в то время. Да, то, чем мы зачитывались и то, на чем мы, в общем, выстроили наше сознание. Другой тип сознания, существенным образом отличный от того, носителями которых были люди, ну, скажем, предыдущего поколения. А те были за шесть лет до нас. Да, вот Градов и вот вся вот эта вот, вся эта публика, они были до нас. Астерман. Астерман, все-таки он был, он был чуть-чуть другим, он Лешу очень любил, надо сказать. Да, да, да. Но за эти шесть лет, за эти пять лет, которые прошли с момента вот этого вот 55-го года, начала строительства, Логутенко и так далее, и так далее, наступила уже отчетливая усталость. Усталость от этих пятиэтажных донов, от всего этого кошмара. Было ясно, в общем, что это тупик полный. И в общем, то, что делал, то, что делал Леша, да, но и при этом уже такой слой асфальта или слой железобетона сложился над всеми нами, которые пробить мог только Леша. Понимаете, он пробил это. Это почти невероятно. Он заставил себя слушать, он заставил, как бы, говорить другим языком, он ввел какие-то новые абсолютно термины, новый тип вообще отношений с властью, новой трактовки вот этого, это, так сказать, какой-то там коммунистической вот этой окаменелости, все это, все это сделал он. Итак, расселение, он говорил о расселении, и он едва ли не не первым создал вот эту вот, эту удивительную, такую убедительную конструкцию из страны в целом, из мира, наконец, в целом, страны, города и квартиры, да, вот это вот нанизанное на шампур, через помидор вся эта история, да, это, это, в общем, его, конечно, в значительной степени, это было настолько захватывающим, настолько правильно, настолько непривычно, настолько убедительным, да, что после этого рассуждать по-другому было нельзя, да, в общем, архитектура может жить только подобным образом, только будучи некоторые части вот этого ряда. Я говорю об этом, потому что ощущения, это переживание напрочь утрачено просто. Наконец новое. Ну, новое это было, естественно, это была дань просто. Это была дань, потому что если вы не новый, то вы неинтересны. Это было общество, которое реагировало только на нечто новое. На нечто новое и на то, что, в общем, ориентировано на будущее и устремлено в это будущее. Очевидно, что в центре, в центре этой конструкции его был, говорили о Дюментоне, и давайте не будем забывать, что в этом доме, на первом этаже этого дома, в это же время, где-то, по-моему, в 64-м, 60-м, вот где-то в 63-м году стал возник отдел социологических исследований. Зоя Васильевна Иргинаева тогда возглавила, да, вот все эти Коган, Ахиезер, которым, значит, говорили, Яницкий и так далее, и так далее, это все была публика, которая пыталась, опираясь на некие, на некие коммунистические, квазикоммунистические и так далее, всякого рода, так сказать, конструкции, лозунги и прочее, создать все-таки некую-некую, такую, человекоориентированную модель общества, среды, города и всего остального. Никаких, естественно, социологических исследований, да, и речи быть не могло, потому что никто не проводил опросы, не было технологий, не было инструментария, не было этого. Были запрещено эти запросы. Ну, конечно, райком все решал, да, но мысль свободная, да, убить было нельзя, и эта мысль, эта мысль парила, летала и так далее, и именно поэтому возникали все эти, в общем, в общем, какие-то достаточно, достаточно, такие, зыбкие конструкции, вроде вот этой замечательной идеи, я Григорию вчера сказал, называлось это все симпатическое общение. Речь не шла о формировании замкнутого самоуправляемого коллектива только, речь шла о том, что внутри вот этих ста тысяч людей, прекрасно обученных, замечательно подготовленных, читающих книги, поющих песни под гитару и так далее, вы можете найти себе любимую женщину, любимого мужчину, какое-то общество, в общем, которое вас устраивает и так далее, и так далее. Речь шла именно об этом. Да, это было наивно, но это было как-то по-человечески, наверное, очень понятно, тем более на фоне, в общем, всего того, значит, кошмара, который там, значит, продолжал строиться. Теперь НР-2. Это то, что сегодня можно было бы назвать анатомией пространства, анатомией пространства. И самой, конечно, самой гениальной, так сказать, догадкой, вообще, открытием этого времени, конечно, это было открытие двуслойности пространства. Это то, что сегодня никто не может понять, не могут понять ни эти эконом-географы из МГУ, никто другой. Он говорил о том, что мы живем, как бы, в двух средах одновременно. Да? Это достаточно консервативная, достаточно замкнутая жизнь вот в этих, условно, каких-то соседских сообществах, соседских коллективах, а рядом с ними существует другая среда, совершенно открытая, среда вокзалов, среда каких-то перекрестков, среда поездов и всего остального, где жизнь абсолютно другая, где тип общения иной, где атмосфера иная, и так далее, и так далее. И следующее, что он сделал, конечно, он все это, все это, вот все эти лозунги, все эти, все эти замечательные конструкции модели изложил, изложил, ну, языком, то есть, таким языком, в общем, артистическим, да, художественных изображений, да, прибегнув при этом, значит, к помощи, вот, там, Саша Скокона, Юдинцева, да, блистательно рисующих людей, но думающих достаточно тяжело порой, вот он им, он им сказал, что они рисуют на самом деле, он им объяснил, что они делают, и это был, очевидно, совершенно не техницистский подход, он не походил, он специально выбрал этот язык, который не повторял бы ни язык, какие граммонии, язык, я не знаю, там, суперстудию и так далее, это был другой язык, это был язык такой, такой, ну, вчера об этом говорили, значит, таких скорее биоморфных каких-то тем, только потому, что он уже тогда причувствовал и говорил, и употреблял это слово экология, слово, которое вообще мало кто знал и плохо понимал, что это такое. Ну, и, наконец, третий шаг, это вот отдел перспективных исследований и группа перспективных проблем, которые он создал при союзе архитекторов, да, и которые мы все принадлежали, я очень горд тем, что на последних этапах существования советской власти и этой группы, куда входили все, 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 все наши коллеги из Эстонии, Латвии, Литвы, Армении, Грузии, Казахстана, Украина и так далее, и так далее, это было блистательное общество, блистательное просто, это не, 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 не как бы, не форма речи, это действительно так, это были люди, блистательно говорившие, хорошо писавшие, проектировавшие, и так далее, и так далее. Вот он собрал эту партию, и, и это было, наверное, одним из, так сказать, последних его, его таких, ну, общественных подвигов, если угодно. Что он, что он сделал? Он, да, значит, был лозунг в Москве, Виктор Васильевич говорил о том, что, ну, как мы Москву, говорит, будем, мы в центре будем немного подламывать, а по краям немного подстраивать. Значит, и вот, да, так это было, да, и подламывали, и подстраивали, да, и, в общем, и вот результат. Надо сказать, что все, что говорил Виктор Васильев, все сегодня, он оказался гораздо более, в общем, прозорливым, чем Алексей Лебрусович в чем-то. На самом деле, темой, конечно, реабилитации среды, Алексей был готов к этому, потому что на всех предыдущих этапах он отчетливо совершенно доказал, что, в общем, город, это такая искусно-естественная система, которую нужно знать, и только зная, ей можно управлять, как-то регулировать и как-то, как-то с ней себя вести. Он все-таки, все-таки сделал старый Арбат, да, Зоя, вы с ним сделали старый Арбат и сделали с участием Пасохина. Представьте то, когда человек, который вообще снес, снес практически всю эту собачью площадку, все это там, руки по локоть в крови и так далее, вдруг, вдруг, да, непонятным образом, значит, да, как это, как это, как апостол, значит, да, нет, вот давайте все-таки мы, значит, спасем, спасем эту улицу и сделаем что-то. Только Леша, конечно, мог. Только Леша мог ему. Я про другое говорю, я про другое, что, да, да, он умел это, да, он умел это делать, и он это сделал. Ну, и, конечно, он понимал город, и когда он писал о будущем городе, города, он понимал город метафорически, вовсе не так его понимает сегодня. Потому что сегодня, сегодня мы ничего, кроме этого большого города, который мы, почему, не мы, упаси Господь, нет, который какие-то, какие-то люди называют, да, называют агломерацией почему-то. Это, это все, в общем, очень-очень как-то тяжело. И последнее, это, о чем Олег рассказывал, он об этом знает лучше, это, конечно, математическое моделирование города, это то, что он начал, и поэтому я говорю о трех с половиной шагах. И это, к глубочайшему сожалению, в общем, ветвь, которая, которая не развивается просто, да, это остановлено, остановлено, прекращено. И дальше я, если вы мне позволите, просто заключу, да, вот уроки, уроки Алексея Эльбрусовича, уроки Гутнова, да, неусвоенные, забытые, я назвал, что было. Ну, во-первых, во-первых, тема будущего исчезла просто. Она исчезла, вместе, фактически, с исчезновением профессии архитектор, в том виде, в котором она была сформирована тогда, в том виде, в котором она вообще существовала в российском культурном пространстве, потому что архитектор был, в общем, специалистом по будущему. Никто другой, кроме архитектора, будущим не занимался. Это было нашей профессией, его профессией, в частности, это было естественным, это было некой нормой, которая сейчас, как говорится, из дискурса ушла, да, поменялся дискурс. Мы не можем выстроить стратегию пространственного развития сегодня. Значит, есть, вы знаете, есть закон, который нам предписывает, есть постановление правительства, которое требует от нас, значит, стратегию пространственного развития, и не могут люди написать этот документ, просто не могут. Это полная утрата. Ну, я не знаю, те или не те, но не пишут, Зоя, не пишут, понимаешь, да, те или не те. Последняя новость, я слышала, что говорят, что не нужно делать генпланы. Конечно, не нужно, ну, конечно, не нужно. Во всех городах. Это, черт с ними, с генпланами, значит, исчезло то, что вообще называется физическим планированием, да, ощущение пространства. Вот этот документ, если вы его видел, кто-нибудь, да, стратегии пространства, там чертежей нету. Там нету, нету, ни схем, ни чертежей, ничего. Эти люди умудряются, умудряются без карт, без картин, без изображений говорить о пространстве. Алексей, Алексей рассуждал блистательно на двух языках, на языке чертежа и на языке слов и букв, понимаете. И вообще говоря, когда, тут вот я начал читать заново его книжку, «Город будущих», слушайте, это вообще глоток, глоток кислорода просто, потому что это совершенно, это внятная речь, выстроена изумительно, она музыкальна, она безупречна, она точена, она убедительна, можно с ним соглашаться, не соглашаться, но это, это нечто, нечто абсолютно утраченное, понимаете. То невнятное бормотание, с которым мы сталкиваемся, абсолютно лишенное дисциплины, лишенное логики, лишенное встроенных понятий, общепринятых понятий вообще, да, это, это не сравнимо с его текстами. Это было, конечно, целостное сознание, если говорить о том, что утрачено, потому что сознание, нынче, в правом, все фрагментировано. Значит, еще раз, Минэкономразвитии, какие-то специалисты, я уж не знаю, там, урбанисты, дезурбанисты, они занимаются, чем они занимаются, якобы национальным пространством или общенациональным пространством, кто-то занимается, якобы, значит, регионами и вот этим всем хозяйством, а городами, вроде как, занимается Минстрой, и толком тоже не занимается, потому что не могут строители заниматься этим самым делом. В общем, это беда чистая. Раньше, хоть плохо или хорошо, но, в общем, существовал госгородастрой, существовал гострой, и там сидели умные люди, которые действительно понимали, что вот эти уровни, условно говоря, квартиры-общенациональные пространства, они не абсолютно, они жестко связаны, может быть, слишком жестко, но они взаимосвязаны. Профессия утратила, утратила характер миссии, вне всякого сомнения. Леша был носителем этой миссии, он был олицетворением этой миссии, сейчас этого нет, мы снова залезаем под этот асфальт, который он пробил, залезаем, причем с огромным, так сказать, аппетитом и с огромным энтузиазмом. Он сплотил, конечно, проектирование научных знаний, вне всякого сомнения, это было. Это было сделано им, сделано им достаточно убедительно, все, нету научного знания сегодня, просто нету его, да, я уж не говорю, это мы от предпроектных каких-то исследованиях, ну и что, ну вот, вы знаете, я думаю, что не исключено, что вот эта выставка может быть, да, и какие-то события, которые за ней последуют, что-то возродят в нашем сознании, в наших умах, возбудят, и возможно, таким образом возникнет некий, наверное, 21 века, который вернет, или как-то наши города, и состояние этого безумия, того хаоса, в котором они пребывают, станут чем-то, чем-то действительно прекрасным. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Андрей Владимирович. А вы можете передать микрофон сразу Михаилу Германовичу, которому я бы хотел адресовать тогда тоже несколько вопросов. Андрей Владимирович начал говорить о поколениях, вы, получается, принадлежите тогда вместе с Олегом Артемовичем к следующим поколениям, да, вы закончили в 71 мархии, правильно? Вот. И вопросов тогда к вам у меня два, чем для вас, как и студенты, и потом молодого профессионала, и далее был НЭР, и если говорить о НЭРе 21 века, о котором я говорил, Андрей Владимирович, что там должно было бы оказаться из НЭРа 60-70-х годов, с вашей точки зрения? Александр, ну, я открою страшную тайну, я вообще не архитектор. Я окончил Московский инженерно-строительный институт, занимаюсь инженерно-транспортными проблемами, надеюсь, меня не выгонят из этого храма архитектуры после этого признания. Это чудовищная ошибка. Я тоже, кстати, не архитектор. Так, мы с вами на этих концах стола сидим. Да, мы здесь с краю, совсем с краю. Вы знаете, Александр, как бы моя градостроительная молодость проходила не в институте гемплана, где я работаю сейчас, и вот крайне интересно, понимаете, мы зачитывались книгами Гутнова, Лежавы, Зоя Васильевна, извините, ну, как всегда, женщины в тени, как бы всегда называют эти две фамилии, подразумевая весь ваш коллектив, конечно. Мы не просто ими зачитывались, нам крайне хотелось что-то воплотить в жизнь. И вот я так понимаю, что вот Олег Артемович, там работая в Москве, может быть, в Москве тяжелее было внедрять такие новые, светлые какие-то идеи, но нам досталась крайне тогда уникальная возможность. Мы работали по абсолютно новым городам Западной Сибири. То есть, если такие города, как Сургут, Нижневартовск, они, ну, строились такими бешеными темпами, что это практически были новые города, то такие города, которые сегодня существуют на карте, как Новый Уренгой, на Дым, мне вообще посчастливилось слетать на вертолете и убирать место для их строительства. То есть, мы начинали с самого начала. И тут уж, вот именно, нашей команде крайне хотелось, понимаете, я сидел, как транспортник, закручивал какие-то спирали. Мы собирались вечером, обсуждали, какие должны быть здесь действительно вот это слово «нер», оно у нас просто не ходило с ус, что вот нужно рисовать какой-то город. Причем, понимаете, это город нефтяников. Эти люди уезжают на работу на 20-30 километров, поэтому нам казалось, что когда они приезжают домой, они должны попасть в какую-то совершенно другую среду. Слава сказать, я бы не стеснялся этого ярлыка, который все вешают, вот коммунистический город. Ну, коммунистический тогда воспринималось как идеальный, поэтому люди рисовали идеальный город, а политика, извините, присутствовала где-то сбоку. Может быть, это рисовалось иногда для того, чтобы просто эта книга публиковалась. Так вот, понимаете, в чем проблема? Вот Андрей Владимирович, я думаю, меня поддерживает, что вся эта великая вот кучка, можно так называть, как была кучка композиторов, кучка писателей, все-таки и в те времена их воспринимали как таких диссидентов градостроительства, понимаете? Мы ими зачитывались, а когда мы пытались что-то нарисовать на бумаге, мы говорили, подождите минуточку, принято постановление правительства, город нужно построить за пять лет, один микрорайон строит Москва, два Санкт-Петербург, три Екатеринбург. Ваше дело, нарисовать место, куда придет стройкомплекс и все это построит. Понимаете, вот я совсем не хочу как бы ругать какие-то там социальные структуры, что так получилось, потому что мы все понимали, что это несчастные люди, которые приехали туда качать нефть, бурить эту землю, им действительно завтра нужно дать квартиру, а мы рисуем какие-то сказочные спирали, что-то еще, потому что, ну если говорить по-настоящему, понимаете, диссиденты, они всегда очень важны, но после них должно идти какое-то следующее поколение, которое эти светлые идеи доводит до норм, до правил, до инструкций. Андрей Владимирович, к сожалению, давайте скажем, что этого следующего поколения, которое бы это сделало, не было. То есть пока эти славные, очень интересные люди рисовали такие вещи в советских, градостроительных, кандовых институтах, защищались диссертации, советский человек должен жить в микрорайоне, он должен выйти из дома, по пути зайти в булочную, рисовались пути, как он заводит ребенка в детский сад, садится в автобус, автомобиль ему не будет нужен никогда. Понимаете, градостроительство, это вот на 20% наука, а на 80% политика, поэтому мы не можем сказать, что мы ее можем все перевернуть. Но мне крайне жалко, что вот именно светлые, гениальные идеи, я тоже зачитываю с этими книгами, они просто читаются, понимаете, можно в трамвае в метро читать книги Гутнова, даже научные статьи Зои Васильевны, которые были в те годы, они написаны очень легким языком. Это и счастье, и трагедия, потому что вот они остались прекрасной литературой, и, к сожалению, не стали инструкцией, они не стали обязательными для применения, может быть, как все великие идеи, но то, что вот в зимний такой субботний вечер здесь собираются столько людей, как-то вселяет надежды, что, может быть, что-то сдвинется. Спасибо. Поскольку вы заговорили, да, про действительно важный переход, который должен осуществляться между теорией и практикой, разумно будет Олегу Артемовичу спросить, как у преподавателя высшей школы урбанистики в НИОВШ. Это не было, как рассказывает Михаил Германович, это не было сделано там в 60-х или 70-х. Это можно было сделать позже, это можно делать сейчас. Ну, знаете, во-первых, я хочу сказать, что прежде, чем я стал профессором высшей школы урбанистики, я был сотрудником института генерального плана, мне посчастливилось работать в отделе Алексея Гутнова и после этого еще руководить мастерской, которая как бы делала и генеральный план, и правила землепользования и застройки, и масса других документов. И тут я хочу возразить на самом деле как бы в значительной степени и сказать, что я считаю себя человеком, которому повезло воплощать в практическую реализацию то, что было заложено в работу Гутнова. Конечно, Алексей Лосович был человеком фантастически харизматичным, можно было просто как бы слушать, как он комментирует студенческие проекты, получать от этого гигантское удовольствие, совершенно хохотать до слез, как о них там лежа вышли по рядам и комментировали, там у кого что нарисовано, это было блестяще совершенно. Но меня, как бы, так сказать, естественно, заворожил даже не столько, как бы, так сказать, он сам, необыкновенно артистичный и талантливый человек, сколько та идея, которая, как бы, так сказать, для меня проглядывала во всех работах. Это идея о том, что город – это живой, самоорганизующий организм. Настолько сложный, насколько мы можем себе представить, что ничего более сложного в таком явлении, как материальная культура, как бы, не существует. Вот эта идея самоорганизации этого удивительного пространства, она, на самом деле, как мне представляется, является ключевой. И она выросла из работ Нера. Я абсолютно уверен, что каркасно-тканевая теория, как бы, теория каркаса ткани, идея вот этой циклической эволюции, роста структурной реорганизации, это найденный ответ на эти поиски самоорганизующейся формы, которая была в работах Нера. Искалась та форма, которая сама организует пространство, оставляет его, как бы, гармоничным на любой стадии развития. И она, эта формула была найдена вот в этой, как бы, каркасно-тканевой модели. И эта каркасно-тканевая модель повернула, как бы, поиск будущего в другом направлении. Она показала, как бы, что будущее находится в генетической основе города. Была открыта генетическая основа города, код города. Выявляя каркас в структуре города, то выявляли ту его часть, которая, на самом деле, как бы, так сказать, содержит там важнейшее взаимодействие со всеми прочими частями, которая является неизменяемой во времени, которая сохраняет все его сущностные черты, и занимаясь которым, вы и делаете город здоровым. Строго говоря, вопрос о том, как выглядит город, в какой-то момент, как мне представляется, перестал иметь значение, потому что ответ был другой. Город должен быть здоровым. А будь ему там голубоглазым, я не знаю, блондином, как бы, или таким коренастым, там, брюнетом, кореглазым, как бы. Это пусть он сам выбирает, неважно, либо он здоровенький был. Была найдена возможность поддерживать здоровье города. И в этот момент, на самом деле, в отделе расцвел спектр тем, которые покрыли всю тематику, которую мы сегодня, как бы, так сказать, индексируем, как средовую. Вопросы, связанные с реконструкцией исторически сложившейся городской среды, не было этой темы, она вообще была, как бы, так сказать, просто, ну, на грани фола, как бы, какая историческая среда, эту руку надо выкидывать. Появление пешеходных зон, как особого совершенно типа пространства, причем не просто как мощение улиц, а как способ реабилитации, реновации, как бы, вдыхание новой жизни, как бы, скрытой реконструкции и так далее. Масса интереснейших приемов. Вопросы, связанные с структурой жилой среды. Проводились целые исследования, цель которых была проанализировать сложившиеся морфотипы застройки в городе, начиная с исторически сложившихся, и кончая с самыми современными типами, связанными с теми или иными ходами нашего индустриального домостроения, для того, чтобы ответить на вопрос, есть ли те условия, есть ли те признаки, которые мы можем выявить как сущностные и которые обеспечивают соразмерность этой среды человеку. И из этого выросло абсолютно другое представление о том, как должна быть организована жилая среда. То есть, это не стандартный микрорайон, это различные в различных частях города образования целые палитры, которые как бы эволюционно сменяют друг к другу. Это вопросы реорганизации производственных территорий, срединная зона, это вопросы на самом деле природного каркаса и экологии здесь было подхвачено, это вопрос системы расселения. То есть, когда не стало, во-первых, не случайно, на мой взгляд, очень символично, что последняя работа, в которой участвовал Гутнов, это была концепция перспективного градостроения развития Москвы, в 85-м году она была сделана. И несколько раз он на него блестяще докладывал и в Московом архитектуре, и в других местах. И вот, да, докладывал Ельцин эту концепцию совершенно. И вот в эту концепцию были заложены все наработки, которые мы тогда, как бы, так сказать, под его руководством нашли, как бы, и там, в этой работе важнейшее внимание уделялось образному строю. То есть, надо было, на самом деле, под каждое решение найти зрительный образ, образ результата, такой, который, как бы, действительно покажет, что это здорово, это, это та самая среда, которую мы, как бы, воспринимаем, как человеческую, как гуманную, как такую необыкновенную. И вот эта работа, она, так сказать, да, когда Гутнов не стало, она открыла, на самом деле, целый спектр направлений. И после того, как мне там посчастливилось, мне предложили стать руководителем мастерской, и я довольно долго руководил мастерской, которая продолжала эти вещи, да, и мы, например, как бы, наши наработки по жилой среде, вот этой дифференцированной структуры, дифференцированной структуры жилого образования, мы внедрили их, мы сделали нормативы московской. Я могу сказать, что лучших нормативов на сегодняшний день нет из них. Хотя Москва там энное количество времени пытается принять новые нормативы, пока, да, пока как бы живут вот эти нормативы. Это другой вопрос. Мы можем как бы не соблюдать, но это удалось сделать. Вот это как бы развитие каркасно-тканевой модели. Оно было сделано, мы сделали как бы следующие шаги в этой модели, и мы использовали вот эти как бы методы обоснования решений, и они работали, потому что очень сложно возражать, когда вам предъявляют результаты моделирования с использованием действительно транспортных моделей, с использованием расчетов. Это все как бы было сделано. То есть мы придумали для Москвы систему градостроительного зонирования. Совершенно удивительный язык, такой московский эсперанто, аналогов которого не существует, например, на сегодняшний день, до того, как был принят город-код в 2004 году, в Москве была разработана своя система зонирования, потом как бы в ней необходимость отпала, но как язык, как способ параметризации любых пространственных решений, способ учета и того, что существует, и того, что мы планируем, как бы, так сказать, да, это вещь совершенно как бы удивительная и является развитием абсолютно гусностных идей. То есть, на мой взгляд, вот до буквально там последних лет была реальная возможность реализовывать эти идеи. И они на самом деле как бы продолжают существовать. А что вот из того, что вы говорите, вот лично у меня возникает такое ощущение, когда вы говорите про появление этой идеи здорового города и его здоровье основано на, ну вот вы используете, да, такое слово генетический, там какой-то, да, генетическая основа. Не говорит ли это о том, что, несмотря на то, что там эти планы назывались планы перспективного развития, что в этой, в этом поиске произошел поворот от будущего к прошлому? Ну, нет, конечно. На самом деле, просто мы постепенно понимаем, как бы, так сказать, с чем мы имеем дело, что такое город, что город, как бы, так сказать, да, любой момент в развитии города это такой, как бы, так сказать, в точке бифуркации выбор одного из многих будущих, да, город, да, много вариантов, он достаточно противоречив, и мы каждый раз, делая тот или иной, как бы, шаг, мы выбираем одно из многих будущих, остальные, как бы, в этот момент, как бы, прекращают свое существование, да, никакого линейного будущего у города нету, и в этом его сила, и в этом самый большой его интерес, как бы, он предлагает массу вариантов развития, как бы, да, и от каждого из нас, и от той концепции, которую, как бы, мы реализуем в своей деятельности, зависит то, какое будущее будет у этого города. Хорошо. Интересно, что, тем не менее, вот эта тема какого-то несвершившегося будущего, или разных несвершившихся будущих, она вообще постоянно возникает. Мне кажется, Андрей Владимирович, это были вы, кто на открытии так интерпретировал название выставки по следам города будущего, то есть город будущего, который не случился. Нет? Ну, кто-то об этом говорил на открытии, про то, что вот, странно, что город будущего, как бы, города будущего нет, но мы идем по его следам. Точнее, тот город будущего, который был предложен Нером. И вообще, игра слов в выставках, или в проектах, или в книжках, посвященных утопическим проектам 60-х, 70-х, она довольно часто встречается, там, города будущего, вчерашние города будущего, или что-то еще, это довольно часто встречающаяся тема. И, похожим образом или в поисках, как бы, некого будущего, это тема семинара, который должен пройти в рамках выставки ОНР в конце января, да, и одним из вдохновительных организаторов, который является Сергей Стар, которому я хотел передать сейчас слово и спросить про то, к чему мы, как сейчас пришли, существует ли эта концепция будущего, или какая это концепция будущего сегодня, и у вас есть, да, пара картин, которые я помогу вам показать. Вы знаете, я хочу сказать, что в конце жизни Гутнов возглавил колоссальную работу по разработке генплана, нового генплана города. И он был сделан, этот генплан, и был доложен даже к президенту, нет, тогда Гельцин был секретарем, секретарем, секретарем Москвы. Вот. Но что интересно, это произошло буквально за полтора месяца до его гибели. что интересно, что на основании его генплана настолько внятного, настолько прорисованного, просчитанного, значит, пришел новый главный архитектор города Леонид Вавакин, который, познакомившись с нашей работой, согласился стать, возглавить город. Он понимал, что у него есть перспектива, у него есть программа, по которой надо работать. А? Микрофон. Да? Он понял, что есть программа, по которой можно работать. Правда, к сожалению, значит, появился Лужков. Лужков остался недоволен дерзостью главного архитектора города, который, значит, настаивал все-таки на своем видении. И Лужков немедленно сменил главного архитектора города и пришел Кузьмин, Александр Кузьмин, который тоже вырос, буквально вырос около нас. Стал градостроителем, набрался, значит, опыта в институте генерального плана, и он тоже имел перед собой вот эту программу развития города. Но, вот видите, а тем не менее настал капитализм, настала точечная застройка та самая, значит, желание обогащаться, желание торговать землей, то есть настолько изменилась вся вот эта вот как это социальная инфраструктура, что завалили этот генплан. Генплан, вот Баевскому досталось развивать этот генплан, но тем не менее он знает, что это было все порушено. Идея, основные красивые идеи градостроительные были погибли. Вот такая вот трагическая история у нас с городом. Спасибо большое, что вы завершаете несколько рассказов про развитие идей Нера от их появления до начала нашего времени. Теперь, да, значит, как собирались Сергей. Я помогу вам с картинками. Да, если можно. Ну, я, с одной стороны, хотел бы продолжить эту линию подведения итогов того, что произошло за последние 30-40 лет и сравнение Нера как концепции с проектами-аналогами европейскими и, ну, в общем, европейскими, которые уже неоднократно здесь назывались. Вот. И я, скорее, здесь солидарен с Андреем Владимировичем в том, что, конечно, с этого момента мы переживаем такой период, ну, скорее, упадка, да, или как минимум такой нравственной расслабленности. И даже вот господин Боевский, он сказал, что те инструменты, которые еще как бы, ну, были приняты, так сказать, да, и являлись предметом усвоения со стороны этого предыдущего поколения, они могли быть использованы, как вы сказали, до вот последних лет, да. То есть, на самом деле, мы имеем дело с достаточно масштабной тенденцией, и мне кажется очень символичным то, что вот мы беседуем сегодня, а буквально три дня назад, 19 декабря, наш президент Владимир Владимирович Путин отдал распоряжение правительству подготовить предложение по переходу от генплана как инструмента развития города к, ну, в общем, полная уже как бы перезагрузка и развитие на основе социальной, так называемой социально-экономических стратегий, да, которые представятся в основном текстовые именно документы. Вот здесь я очень согласен с Андреем Владимировичем в том, что исчезает вот это, ну, как бы другой язык, да, как вы это назвали, язык графического визуального представления. Да, но дело не как бы не в президенте, безусловно, потому что на самом деле это решение, оно подводит итог достаточно длительного этапа и фактически де-факто переход на эти стратегии развития и задвижения генпланов куда-то в глубины столов и на самые дальние полки, а это произошло уже довольно давно, в общем, когда я в 2000-е годы уже там занимался городским консалтингом, это, в общем, уже было совершившейся реальностью. Вот, но мне кажется, что переводить это все вот в такой как бы марксистский дискурс, прошу прощения за это слово, и ну, говорить, что во всем капитализм, грубо говоря, виноват, это, конечно, было бы некоторым упрощением. Вот, и здесь Жан Леонид тоже прав, что ну, это, как бы, такие абстракции немножечко уже трафаретные, да, и мы, на самом деле, имеем множество различных форм управления, экономических укладов и так далее, вот, то, что у нас, это, что там капитализм, не капитализм, это довольно сложно идентифицировать в результате. Вот, так же, как и на самом деле в любом другом государстве мы увидим индивидуальные отличия. Вот, но, на мой взгляд, за этим процессом стоит что-то более общее, может быть, для европейского человечества, это такой мощнейший мировоззренческий сдвиг, который ответственен, на мой взгляд, за то, что вот эти последние 30-40 лет, они были периодом не только антиархитектурным, не только антиградостроительным, но также антифилософским и отмеченным какими-то, во многом тревожными событиями и в области искусства. И главным я бы назвал здесь вот такой антитеориотичность принципиально этого периода. Просто у нас круглый стол посвящен вкладу в теорию, и хорошо было бы поговорить о том, что такое вообще теория, что такое теория архитектуры в частности. На мой взгляд, НЕР – это именно теоретическое высказывание в области архитектуры, потому что оно поднимается до уровня каких-то достаточно универсальных и всеобщих формул. При этом, если говорить об архитектурной теории, то для меня архитектурная теория – это именно проекты. Потому что она… В какой-то степени это, конечно, и то, что пишут сами архитекторы, но это то, что выходит в общем из глубины и как бы такого сложного течения самого проектно-строительного опыта и проектно-строительного процесса. И из наблюдения за архитектурной средой, за знания этих сооружений. Вообще город – это дико сложная вещь, требующая значительного этапа жизни для хотя бы какого-то резидентного освоения. Настолько она многокомпонентная. Но тем не менее это обобщение и абстрагирование является вещью, мне кажется, совершенно необходимой, потому что вообще, говоря, мышление оно оперирует идеализациями и классами. То, что мы называем классами объекта. То есть все мышление можно свести на самом деле к этим операциям. Я вот поэтому взял эту первую иллюстрацию. Это не из Нера, но очень напоминает. Это примерно то же время. Это из так называемых картоидов Бориса Борисовича Радамана, основателя теоретической географии, которая примерно в то же время испытывала расцвет, когда творил группу Нер, и который сейчас, в последнее последнее времени, можете вспомнить Владимира Каганского, находится тоже в таком совершенно маргинальном состоянии, в состоянии загона. И мне кажется, что вот эти вещи, которые они делали, картоид, это тоже, как это объясняется, мы изучаем действительность, вот как географы, и получаем огромное количество разных элементов. Понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы все изучить как можно более детально, но чем больше мы наносим деталей, тем темнее, грубо говоря, становится наша карта, они все начинают там друг на друга накладываться, поэтому следующий процесс, это процесс, наоборот, вычитания каких-то элементов с целью определить, а какие же этих элементы являются наиболее существенными. И тогда мы начинаем эту карту как бы прорежать и приводить в состояние достаточно очевидной, как бы прозрачной такой фигуры, вот это так называемый изохронный псевдолист, который представляет собой диаграмму о своей территории вдоль какого-то транспортного пути. Вот такого рода обобщающее мысление, причем я подчеркиваю, что в архитектуре оно осуществляется своими архитектурно-графическими средствами, видимо, в географии есть аналогии, и очень важно, что это именно дескриптивное, а не проективное действие, результатом которого здесь изображено. Вот от этого, собственно, от этой способности к обобщению осуществляется последовательный отказ. За этим отказом, как я уже сказал, стоит отказ вообще от философского отношения к действительности, как некой заявки на более или менее всеобъемлющую осмысленность бытия. Но без этой претендующей, притязающей на всеобъемлющий охват осмысленности, в общем, трудно представить себе осмысленности повседневно. Отсюда, мне кажется, вот замечательный афоризм Александра Андреевича Скокона, который можно считать девизом вообще к нашему мероприятию, всему, это то, что сначала мы отказались от будущего, но вместе с этим отказом от будущего мы утратили и настоящий. Когда происходит этот отказ? Мне кажется, он происходит как раз на рубеже вот этого замечательного периода, когда творили все эти архитектурные концептуалисты. То есть где-то в середине 70-х годов, в начале 80-х появляется замечательная книжка Питера Слаттердайка, которая называется «Критика цинического разума», где он на самом деле проанализировал всю траекторию европейского мышления и показал, что она последовательно в принципе ведет к этому состоянию. Это состояние ну такого познавательного нигилизма, что ли. Ну понятно, что катастрофы 20-го века, войны, ГУЛАК и Освенцим, они, конечно, тоже этому сильно способствовали, но тем не менее это движение можно проследить в значительно более длительном периоде. И я вспоминаю часто афоризмы Фридриха Ницше, которые как-то постепенно прорастали. Это то, что любая истинность, разновидность, заблуждение необходимое для выживания какого-нибудь существа, все, что мыслимо, непременно должно быть фикцией. То есть речь идет именно о моделях, фигурах и так далее. Ну и дальше вот можно следующее. Если посмотреть на проекты, которые делались примерно в одно и то же время с НЕРом, я здесь взял три, да, проект Кулхаса, то есть ОМА, город плену земного шара, это уже 78-й год, но все-таки это вот этот период 60-й, 70-й, то все три европейских проекта, на мой взгляд, они очень наглядно иллюстрируют вот этот тезис Латтердайка о приходе вот этого самого цинического разума и о его господстве. Чем это здесь собственно иллюстрируется, демонстрируется? Мы видим, что во всех трех проектах есть нечто общее, да, они, ну это проект Суперстудио, проект Суперповерхности, которое является, ну чем таким поддерживающим человеческое существование на всем своем протяжении, это проект группы Архизум Ностоп Сити, вот, и проект Горпиняно земного шара, проект Ностоп Сити, это тоже бесконечная плоскость, которая, можно сказать, так меблирована, где расположены всякие сервисы, вот, и, наконец, мне кажется, что Кулфасовский проект, он не сильно выбивается из этого ряда, да, потому что, с одной стороны, здесь есть вот эти, ну какие-то уникальные художественные эксперименты, но все эти художественные эксперименты, они стоят на таких совершенно одинаковых платформах, стилобатах, и на регулярной сетке, напоминающей манхэттенскую, и вся эта, как бы, нижняя система, она есть, опять-таки, вот эта сплошная система жизнеобеспечения, вот, и, что, как бы, для всех, кто их проект характерно, это их такая принципиальная разломка, то есть, то есть, они представляют собой это, можно сказать, первое появление Кантеровской теории множества в архитектуре, когда мы можем представить что-то, ну, скажем, открытые множества, это множество, которые не содержат свои границы, значит, их как бы нет, хотя это при этом все равно остается чем-то конкретным, вот, эти проекты, они не показывают границы, в отличие от проекта Монеро. Второй момент, который здесь бросается в глаза, это то, что все эти проекты, они как бы осуществляют некую фундаментальную сепарацию. Ну, проект Суперстудио, это такое, ну, как бы, фривольное времяпрепровождение на этой поверхности, которое может осуществляться где угодно. Примерно то же самое в проекте Архизум, да, то есть, вот это, собственно, человеческое содержание жизни, оно начинает как бы скользить по этой поверхности, совершенно уже с ней не сцепляясь. И понятно, что и в том и в другом проекте, и, кстати говоря, в Вавилоне, в новом Вавилоне Константа, о котором тоже сегодня уже говорилось, эта жизнь мыслится как состоящая из творчества. Вот, и примерно тем же творчеством занимаются все жители проекта Город плененного земного шара. Вот, но во всех этих случаях, ну, за исключением разу, что Нового Вавилона, это творчество, оно, ну, основная идея всех этих проектов, она состоит в том, что система жизнеобеспечения, она фундаментальным образом отделяется, обособляется от вот этого, ну, как бы от этой креативности. вот, то есть человек уже не выражает себя, не воплощает себя в своем предметном окружении. Оно становится чем-то отдельным от, ну, по крайней мере, вот этих самых систем жизнеобеспечения. То же самое Слозердак пишет о вот этом самом циническом разуме. Его наиболее такая, как бы, характерная определяющая черта – это вот эта самая раздвоенность. То есть, с одной стороны, это разум субъективный, но это такой субъективный разум, который, глядя на свой объект, на мир, уже не может узнать себя в этом мире, и не может увидеть ничего от себя в этом мире. Он абсолютно отчужден. То, что он встречает в мире, это сплошная чуждость. Когда же он смотрит в себя, то он обнаруживает, во-первых, такое априорное недоверие к любым возможным постулатам, что достигает у Ниши достаточно радикального выражения, и ничего кроме мечты хоть как-нибудь свести концы с концами, как-то там у него хорошо написано перебиться, перебиться. И это субъект, у которого уже нет собственного центра, принципиально децентрированного, он видит пустоту, по словам Слаттердайка. Эта пустота может выражаться в том, что есть некоторая нейтральная инженерная поверхность, а манифестации человека вообще отсутствуют, такие конкретные предметные, средовые. Может выражаться, как у Кухаса в таком бесконечном наборе каких-то креативных выплесков, но это тоже само это бесконечное, само разнообразие, это синоним вот этой самой пустоты. И в этом смысле проект Нера он с одной стороны принадлежит к этому ряду. Во-первых, потому что это тоже теоретическое высказывание. Во-вторых, потому что так же, как и авторы этих проектов и даже иного Вавилона, авторы проекта Нера понимают, что общество, экономика и так далее переходит в финансовое состояние, в состояние информационного общества. Поэтому в Нере все сфокусировано на коммуникации и на образовании. Вот. да, совершенно верно. Я имею в виду, что они отражены в архитектуре этого. Они нарисованы жительные циклы, а здесь их нет. Об этом я, собственно, и хотел сказать. Что, с одной стороны, Нер, это, конечно, теоретическое высказывание, то есть результат обобщения. С другой стороны, в нем очень четко артикулирована необходимость превращения этого поселения в, ну, можно сказать, гизанткунстверк, в произведение искусства. Отсюда, собственно, это изначальное требование ограничения вот этого беспорядочного роста. И вот я видел в интервью Ильи Георгиевича Лежавы, он сказал, что, ну, что это такое, города как бы растут, как вот коровы, которые, стада коров, которые вышли, да, как плесень, вышли пастись на лугу. И, в принципе, все, что происходит с этого момента, происходит в сторону усугубления, так сказать, да, вот этого стихийного роста ЛСФР. Тут еще пешеходная доступность, тут еще и человеческий шаг имеет значение у нас. Да, совершенно верно. И есть замечательные рассказыватели теоретники, которые показывали, что НЕРМ предполагалось разрабатывать, понятно, что это некоторые теоретические высказывания, но предполагалось разрабатывать во всех возможных масштабах, да, там, вот как воспринимается одно и то же сооружение самых разных дистанций и вплоть до вот дистанции, когда что-то находится прямо у тебя перед глазами. То есть это очень важно, да. И здесь есть, ну, вот это, опять-таки, притязание на красоту, на произведение искусства, которое есть синоним осмысленности вот такой предметно и непосредственно переживаемой, чувствно переживаемой. Это то же самое, значит, на мой взгляд, кантовское приказ, то есть это не инструментальная вещь, а это смысл, явленный эстетически, художественно, да, вот. И этот смысл, это есть, ну, как бы, отражение человека, его образ жизни, его самосознание, да, самоопределение и самоустановление вот в таком виде, да. Так это наша профессия. Да. Связано нарисовать. В этом смысле, на мой взгляд, главное в Нере это, это то, что он на фоне вот этих всех трансформаций, наступления двукоммуникативного общества и так далее, он сохраняет императив и вот это притязание на развитую человеческую субъектность. То есть, та модель, которую нам предлагает Нер, модель, которая сейчас торжествует, я бы сказал, это когда раб подчиняется рабу, там, одни рабы подчиняются другим рабам. Модель, которую предлагает Нер, это модель, в которой, ну там, один господин оказывает услуги другому господину, да, господа служат господам, то есть, люди с развернутым самосознанием. То, что это какая-то радикальная утопическая вещь, это, на самом деле, опровергается тем, какую серьезную роль они отводили образование, потому что, фактически, весь этот Нер, это, по сути, одно большое учебное заведение или как телемское аббатство, я его еще иногда называю, да, это как бы, ну, что-то среднее между монастырем и современным кампусом университетским. Финская школа. Да, финская школа. Вот. Ну, собственно, я практически закончил. Что же, Сергей, пользуясь этой паузой, хочу у вас спросить, все-таки вернуться к этому вопросу. Что же с идеей будущего, которая, тем не менее, в проекте Нера существует, но как мы провели, да, некую, такую реконструкцию этого пути, пройденного за 60 лет, она улетучилась из практики, во всяком случае. Ну, как вы говорите, из теории. Я считаю, что это был, да, временный провал. То, что эта выставка сегодня происходит, это совершенно не случайно, наоборот, она очень, как бы, своевременная, потому что, на самом деле, ситуация, ну, как бы, вопрос этот назрел, эта проблема назрела, и неслучайно мы видим, в общем, весьма широкий резонанс. Вот, а что касается будущего, то, ну, опять-таки, продолжая вот эту линию сравнения с западными проектами, на мой взгляд, все вот эти три проекта, они являются такими, что ли, вот почему их называют ироническими, их еще можно назвать также апокалиптическими, они, на мой взгляд, являются реакцией на общемировое событие, а именно на, об этом, кстати, говорил вчера, на предыдущем, в предыдущей сессии, реакции на то, что у нас возникает, ну, тотально урбанизированная земля и, как бы, тотально урбаническое пространство и время. Вот, это, в принципе, завершение тезиса, который когда-то предлагал Корбюзье, да, правильное и какое-то там грамотное, равновешенное освоение всей непрерывной сферической поверхности планеты. Вот, на самом деле, оно произошло. Те островки незастроенности, которые у нас сейчас есть, да, это уже, в общем, по сути, заповедники и прочее, это какие-то куски, которые сознательно оставляются в виде вот этого самого третьего ландшафта, и так далее. И, в общем, это, конечно, очень мощное событие с точки, вот как раз этой мировоззренческой точки зрения. Это действительно некий апокалипсис. Когда это происходит, мы вдруг осознаем, что у нас нет ничего больше, кроме нас самих. Да, это вот как бы, ну, до какого-то момента, может, представители, какое-то количество существ, они вселились в какое-то сооружение и стали его исследовать. И вот, наконец-то, они его исследовали, они поняли, что они находятся в замкнутом мире, и что отныне им придется вечно жить друг с другом, друг с другом общаться и так далее. Вот. И мне кажется, что, ну, как бы, риторика этих проектов, это есть выражение чистого вот аффекта по поводу этого нового состояния, что все урбанизировано, все вот это вот бесконечность, но мы не узнаем в этом себя, мы отчуждены от этого, мы хотим быть, как бы, внешними по отношению к этому, к этой системе жизнеобеспечения. Вот. Наверное, на мой взгляд, он работает уже на этой поверхности тотальной урбанизированности, но он начинает следующий этап, а именно, каким образом мы должны ее дифференцировать. Возникает вот это разделение, то есть, то, что он работает на этой поверхности, об этом свидетельствует сама формула системы расселения. В формуле системы расселения уже это как бы заложено, что рассматривается вся поверхность Земли и так далее. Но при этом эта ситуация не рассматривается как какой-то апокалипсис. Поэтому надо как бы двигаться дальше. Дальше начинают эти первые разделения. Вот, скажем, сам Нер, там Русло, Урежава, это женский принцип и мужской, но с этим можно там спорить, каким образом это с точки зрения гендерной теории выглядит и прочее. Урежава, расселение, население, вот главная идея, никакой не мужской, женской. Расселение. Нет, у него было то, что Русло, это, это сцена для какого-то, ну, какой-то активной самореализации, такого технического творчества, и там, ну, проходят какие-то жесткие процессы, а сам Нер, это что-то мягкое, куда человек возвращается, как он выразился, зализывать раны и прочее, и прочее. В общем, я не говорю, что это какой-то идеальный рецепт будущего, я говорю, что сам подход, само мышление, оно вот здесь на том уровне, который нам действительно нужен вот уже там 40 лет, и будет нужен еще очень долго. То есть, на самом деле, это мышление, которое открывает некоторую эпоху, вот, и наконец мы это поняли, мне кажется. Сергей, спасибо вам большое, что вы так, ну, вспомнили про эти идеи Ле-Курбизье и идеи, ну, как бы, некой тотальной урбанизированности пространства, потому что, когда я думал об этой выставке, об этом мероприятии, я вспоминал сказанное в какой-то момент по поводу другого проекта, который, ну, не знаю, может быть, мы потом еще спросим у кураторов выставки, как он выглядит в этом ряду. Проект, который появился, ну, примерно в то же время, линейный город Майкла Грефса и Питера Айзенмана, и по поводу которого некоторое время назад в рамках конференции, посвященной Майклу Грефсу, кто-то сказал, что вот сейчас как раз то время, когда эти идеи, ну, можно было бы рассматривать как абсолютно практические, потому что масштаб строительства или там технологический масштаб, который был заявлен в том проекте, нам совершенно доступен, мы делаем, ну, как бы ровно эти вещи, в смысле строительства, мы можем абсолютно сделать вот этот горизонтальный небескоруб Грефса Айзенмана, ну, как бы это никак нас не затруднит, да, вот, ну, это дорого, но технически абсолютно реализуемо. и я вспоминал об этом еще и потому, что в этом проекте тоже было интересное сочетание двух видов языка графического, это такой вот технический рисунок, очень точный, очень тонкий и масштабный для описания больших вещей, и ровно такой же, как вот сейчас представлен на выставке, рисунок рукой для человеческого масштаба, о котором вы сейчас, Сергей, заговорили. И вопрос, который в связи с этим я хотел задать, как такой, может быть, последний вопрос для обмена уже мнениями, это вопрос действительно о том, как мы относимся к этой ситуации, в которой мы можем теоретически, ну, и точнее уже практически можем все это делать, да, эти проекты технически реализуемые, и в том числе там с упомянутыми математическими инструментами, хотя, да, как было сказано, что ими перестали пользоваться, но они с тех пор только развивались, да, не остановились. Вот, то есть мы могли бы делать, мы могли бы проектировать на этом масштабе, но, как заявляете, как я понимаю, Сергей, вы, при этом, при этих возможностях у нас совершенно отсутствует желание заниматься решением планетарных, проблем планетарного масштаба, или хотя бы странового масштаба. Ну, о чем говорили и там, вы, Андрей Владимирович, да, что вот как бы этот масштаб, этот интерес, он каким-то образом пропал. Что в связи с этим значит, и как бы что эта ситуация означает, если вы с ней согласны, и что НЭР нам в этом смысле может, чем она могла помочь, как быть, как мы несколько раз об этом говорили, об уместности этой выставки, о своевременности этой выставки, как нам этот опыт мог бы помочь, чтобы этот конфликт разрешить, если он нуждается в разрешении. Можете ли я сказать? Конечно. Вы знаете, я вот как облучена этой идеей НЭРа, я облучена ею на всю жизнь. И чем бы мы ни занимались, мы имеем всё время с позиции идеального города, с позиции найти идеальное качество того, чем мы заняты. И вот это самое главное. По-моему, не надо думать, где вот наше будущее, мы сейчас построим будущее, не построим будущее. Надо просто, чтобы в душе каждого архитектора сидела вот эта идея идеального города, идеального пространства. И тогда всё удастся. Вот мы с Гутновым сделали пешеходный Арбат. Это была совершенно другая идея, другая основа, чем сегодняшние пешеходные улицы, которые в основном отличаются просто тем, что их замостили, поставили какие-то фонари. Мы делали это совершенно с других позиций. Мы изучили рельеф местности, изучили историю каждого буквально дома, изучили историю людей, которые там проживали. Понимаете, мы знаем, что, например, Арбат был определён шириной 22 метра. Это на самом деле решение было Ивана Грозного. Он определил, что вот эти все наши вылетные магистрали из Кремля ведущие, они будут 10 сожжений шириной по сравнению с европейскими улицами, которые все до одной уже. А у нас вот так широко было, что все переулки будут 7 сожжений, 14 метров. И вы сейчас пойдёте и посмотрите, и так оно и случилось. И эти Ивана Грозного улицы вмещают всё ещё наш 21 век. это же удивительно просто. Понимаете, когда всё это знаешь, и порцеляции, разбитые домовладения, это всё сделал Иван Грозный, понимаете, и нам всё это досталось. И когда мы всё это подняли, всю эту историю, мало того, мы встречались с историками, которые определили 500 имён было названо великих соотечественников, которые так или иначе связаны с Арбатом. Я всё это знаю, меня это ужасно мучает, что всё это ещё не удалось осуществить, объявить об этом, информировать прохожих об этом не удалось. Но, тем не менее, нашей улице, поскольку мы её делали не как просто чтобы человек шёл, прохожий шёл, а мы делали это как один из методов реконструкции исторической городской среды. Мы изучали среду, они, понимаете, не камни нарезали. Вот в чём дело. и поэтому больше 30 лет она уже существует. Я была на ней буквально позавчера, и там полно людей, и все идут, и она будет жить вечно. Там и художники сидят, и музыканты сидят. Поэтому самое главное, каждый в душе должен стать, должен заняться поисками идеального города. А вот так построить его нам непросто. Мало того, вы представляете, Екатерина Великая привела в порядок и основала 1400 городов в России. Екатерина Великая. А сегодня вот Уренгой мы построили и как там ещё называется Хантамансиск, да, и всё. А Екатерина 1400 городов. И вспомните, какие. Там ещё Одесса, Николаев, там Днепродержинск, вот эти вот шикарные города. Так что вот эта идея, которую Илья Лежава особенно, ею был увлечён до последнего дня своей жизни. Расселение населения, освоение этой территории, выстраивание вот этих русел, так называемых, коммуникаций, мощнейших коммуникаций, вокруг них вот эти компактные города, это было бы идеально. Но мы не можем никак донести до сведения наших властей, что именно так надо сейчас развиваться. уже город Москву мы потеряли, Москва уже перестала быть компактным и разумным городом. Это уже действительно какое-то немыслимое образование, сошедшее всех народов, которые вокруг живут, вокруг России. Но осваивать страну совершенно необходимо. И эту идею мы должны всё время продвигать. Спасибо, Сергей Васильевна. не знаю, кто мог бы следующим продолжить и сказать, что из ИДНР мне это очень нравится, что идеальный город должен быть у архитектора в душе. Я полностью готов был поддержать, как не архитектор. Иначе нельзя не говорить. Я не хочу говорить об идеальном городе. Я только хотел бы отметить, что для меня этот параллель между колхозом и НЕРом имеет значение. Это не параллель между НЕР1 и 1,5. по-моему, второй НЕР, самый важный НЕР, городской НЕР. Это открытие, новое открытие города. НЕР. это НЕР, который влиял внутри института Генплан. Я тоже вспомню разговоры с Лешей в середине 80-х по поводу этих попыток. Я сказал бы, что по-моему, параллель имеет значение, потому что у НЕРа и у колхоза есть воображение не только в области архитектурной графики, но в области программатики. Есть новая идея по городским программам, и это базировалось не только на воображении, но тоже на способность наблюдать конкретные процессы. Для меня вот это может быть парадокс, но это суть наших дисциплин имеет способность соединять воображение и наблюдение, и мы найдем это во втором, в третьем, в четвертом НЕРе и в пост НЕРе. Спасибо большое. У нас буквально осталось минут по пять для этих завышающих высказываний. Прошу прощения, что буду регулировать, а вот давайте дальше, кто хотел бы тут и... Знаете, я несколько лет назад попал в Токио на выставку, посвященную пятидесятилетию метаболизма. То есть были восстановлены все макеты, блистательно совершенно, были сняты анимации многочасовые, были собраны все документы, которые касались в той или иной степени этого явления. А всех документов этих было на самом деле штук пять таких маленьких картинок, которые обошли все журналы, были многократно воспроизведены и в общем ничего больше. Даже какой-то литературы особой не было. Но больше меня потрясло там одно обстоятельство. Все залы этого гигантского пространства выставочного были заполнены людьми. И люди приходили до семьями с такими крошками приходили, да? И проводили там многие часы. Это были жители Токио и многие приезжали из других городов. Я там встретил приятеля, который специально приехал со своей семьей из другого города. Это было предметом национальной гордости этой страны вне всякого сомнения и предметом, который в общем никого не оставлял равнодушным. А это был их вклад и одновременно это было частью их культуры. Они это отчетливо осознавали. И вот я мечтаю о том, чтобы что-то подобное наконец в нашем Отечестве как-то тоже начало бы как-то возникать, появляться и так далее. Потому что действительно с какого-то момента те же 60 лет тому назад произошло непоправимое совершенно. город стал пространством для строительного комплекса кого угодно. Городам был нанесен невероятный ущерб. Города оказались разрушенными, деформированными, уничтоженными и так далее. И к сожалению глубоко этот процесс не был остановлен до настоящего времени. Более того, он набирает силы, набирает обороты, он приобретает свое очертание. Понятно откуда все это, понятно как это. Это в общем модель не европейского города, это модель скорее американского города, которая еще вдобавок подтверждена всеми этими замечательными документами вроде нашего город-кодекса, но она абсолютно никак нереализуема на российском пространстве. Понимаете, американский город может выдержать все, что угодно, любую архитектуру, любую глупость и прочее, потому что американский город это вот эта сетка, которая здесь была у Колхаса, и весь город это именно эта сетка. Весь город. Я не знаю, 20 лет, 30 лет тому назад увидел в Чикаго сдвинутый огромный такой щит на дороге. Я понял, что Чикаго это не дома, это не ландшафт, это вот эти дороги, которые представляют себя просто коллекторы, под которыми в несколько этажей идут все то, что называем инфраструктурой. Идут вот эти пайпы бесконечные, наложенные, переплетающиеся одно с другим и так далее. Это то, что делает город, гарантирует его целостность, абсолютную устойчивость и прочее. Европейский город вы где-то начали. И на выходе, мы получаем два разных результата. Или Париж, или Нью-Йорк. Но путь Нью-Йорка для российского города чрезвычайно хрупкого, в общем, очень специфичного, очень в чем-то несовершенного и в чем-то очень такого, я имею в виду законодательную базу, прежде всего, и тот тип отношений, который сейчас в отношении этого города воспитывается. Вот надо как-то видимо осознавать, что мы, где мы и так далее. Я тут не могу все-таки не выступить за счет Чикаго. Чикаго это самый парижский из американских городов, он очень красивый. Ну да, так тоже делись. Я бы добавил, возвращаясь к этой аналогии между Нарем и Кулхасом, безусловно, Рем Кулхас это архитектор с теоретическим глазом и теоретическим умом, но все-таки это разные для меня фигуры. И если взглянуть на 90-е и поговорить еще немного о этих симптомах, о которых я в основном хотел говорить, симптомах цинического разума, то в 92-м вышла книжка Фукуямы «Конец истории», а в 94-м в своем тексте «Город Генерик» Кулхас прогласил «Конец истории города». То есть все нам тут делать нечего, все эти наши благие пожелания ходом исторического развития сделаны безосновательными, но с его точки зрения. И в этом смысле он, конечно, для меня представитель следующего поколения, или, может быть, европейского менталитета, потому что все погибло, остается только развлекаться, смеяться, ну, такой немного пир во время чумы, вот как бы пафос этой архитектуры, на мой взгляд, я не знаю, может быть. Я прошу прощения, она не сказала довольно важную для меня вещь. Я думаю, что говорил, не знаю, вчера или еще кому-то, что, в общем, эпоха больших городов, она прошла в мире, ее больше нет. Города, который всегда строил свою идентичность на противопоставлении, на противопоставленности деревни, вот этого города в мире нету, все об этом надо забыть. Но наша публика, она живет еще этим переживанием этого большого города в силу того, что у нас он еще сохраняется глубокому, у нас сохраняется этот разрыв между городом и деревней, у нас нет вот этой ткани, которая заполняет этот разрыв, которая именуется пригородом или сабербией и так далее, где, в общем, обитает сегодняшний мир на самом деле. И вот эта непрерывность, она весьма-весьма характерна, и, к сожалению, она у нас отсутствует. Мы продолжаем культиверовать. Мир тогда один из немногих отечественных ответов на эту ситуацию. Да, разумеется, да, конечно, да, потому что, в общем, на выходе они должны были получить нечто объединяющие город и деревни, создающие вот эту какую-то гомогенную, сложную и так далее среду. Да, Жан, вы бы хотели добавить? Я только, не, только хотелось сказать, что нельзя смотреть на бывший Нью-Йорк как модель или как параллель. это надо изучать современные города и не старые системы, и можно, что-то можно о них изучать. Да, спасибо большое. Михаил Германович, хотите сказать, да, что из уроков НЕРа или из наследия НЕРа вам казалось бы? Александр, я очень люблю афоризм выдающегося советского архитектора Якова Чернихова, который говорил меньше слов, больше графики. И еще один момент, понимаете, конечно, мы прежде всего преклоняемся перед тем, что они сделали, но я бы сказал, что я еще очень уважаю это поколение вот этих отчаянных, молодых, я их для себя по-прежнему называю градостроительных диссидентов, потому что они искали, понимаете, в застойном советском мире они что-то искали. Ищите, друзья, ищите, это же очень интересно. Вот это все, что я хотел сказать. Спасибо большое. Ну и что, Олегу Артемовичу мы предлагаем тогда какое-то завершающее слово сказать по этому поводу. Спасибо. Ну, просто наше мероприятие сегодняшнее, да, подходит к концу, уважаемые участники симпозиума, и оно последнее в нашем трехнерном симпозиуме. И я хотел бы, ну, во-первых, просто от лица не только там нашего, но и от вашего поблагодарить всех тех, кто организовал это мероприятие и эту великолепную совершенно выставку. Да, сказать им большое спасибо и наградить их какими-то аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 И еще я хочу сказать, что, конечно, тематика работ НЭР необыкновенно важна, потому что, как мне представляется, она глубоко, далеко не полностью как бы исчерпана, как бы, все то содержание, которое можно здесь черпать. Мне кажется, как бы, что для высшей школы урбанистики, которая имеет к этому отношение, самое важное качество работ НЭРовских, то, что в конечном счете они породили, как бы, на самом деле, работы Алексея Гутнова, которые там вылились в такие книги, как «Эволюция и градостроительство», и в тот эволюционный, системный, средовой подход, который на сегодняшний день является актуальной рамкой восприятия и изучения города. И вот это мощнейшее наследие. Это гораздо больше, чем некоторые конкретные вещи. И это видение которым мы сегодня в той или иной степени владеем, которое мы будем передавать, и от вас будет зависеть, как будет выглядеть город завтра. Поэтому, когда мы сетуем про то, что то, что мы хотели, выглядит не так, как мы хотели, это нормальная ситуация. Потому что и работа НЭРа, и то, что мы делаем, пытаясь внедрять какие-то новые теоретические или методические положения, и даже там принимая нормативные документы, как бы, так сказать, разрыв между тем, что мы пытаемся сделать, и то, что делается, всегда будет существовать. И это тоже часть доли архитектора и градостроителя. Это нормальное явление. Важно то, что у нас с вами есть шанс еще раз встретиться вот на таком мероприятии, где предметом этого рассмотрения будут уже ваши работы. Большое вам спасибо за участие в этом семинаре. Спасибо большое всем участникам. Я при этом добавил бы, что возможность встретиться прям совсем не с горами, а в конце января и начале февраля, да, по поводу результатов семинара, который завершает этот проект, где уже, собственно, молодые люди представят какие-то свои представления и о будущем города, и о будущем архитектуры. Большое спасибо всем и участникам и слушателям и, безусловно, организаторам и выставки и симпозиума. Симпозиума.